Привет, друзья! Меня зовут Олег, и это проект Mospark. Сегодня у нас обзор занимательной оптической вещицы. Это такой оптический карманный многофункциональник. Итак, это зрительная труба Weber ZT 10x25. Поставляется этот прибор в защитном чехле с русскоязычной инструкцией. Стоит относительно недорого. Благодаря компактным размерам такую штуку можно легко взять с собой на прогулку, рыбалку или в поход. Давайте вместе проверим, на что способен этот оптический прибор. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я сделал небольшой переходничок из подручных материалов, и теперь можно захватить образцы изображений с помощью обычного смартфона. А если не хотите заморачиваться, то можно купить готовый универсальный переходник на смартфон. Во-первых, это маленькая подзорная труба, и она позволит разглядеть интересные объекты, не приближаясь к ним. Вот так выглядит здание с расстояния в один километр. А вот еще одно. А так выглядит берег водоема на расстоянии в полкилометра. Без использования трубы все эти объекты легко умещаются в один общий план, и никаких деталей рассмотреть, увы, не получится. А вот съемка с более короткого расстояния, около 15 метров. Все это элементы одной композиции, нанесенные на стену гаражного кооператива. Согласитесь, результат очень неплохой для такой малютки. А вот уже совсем небольшой объект, тюльпан, всего в 5 метрах. Если смотреть на него без трубы, деталей не будет вовсе видно. А если смотреть через трубу, то цветок будет виден крупным планом. Картинка резкая по всему полю и довольно детальная. Качество картинки, которую можно увидеть вживую, лучше той, что захватывает смартфон. Ну, это и логично. Все же это не объектив к смартфону, а зрительная труба. Из недостатков можно отметить, что при ярком, жестком, таком солнечном освещении она немного хроматит. Но она и не стоит десятки или сотни тысяч рублей, как продвинутая оптика для фото или видеокамеры. Так что это недостаток условный. Во-вторых, зрительная труба может быть компактным микроскопом с увеличением от 30 до 60 крат. При таком увеличении можно разглядеть, например, детали рисунков на купюрах, марках, элементы защиты, а также структуру бумаги или ткани. Также можно разглядеть мелких насекомых. Здесь захват изображения не точно передает качество картинки, из-за объемности и сложности. При таком применении поле зрения, опять же, резкое не только в центре, а практически до самых краев. Микронасадку, которая превращает зрительную трубу в микроскоп, можно использовать отдельно. Она представляет из себя увеличительное стекло с трехкратным увеличением. И его достаточно для того, чтобы разглядеть не очень мелкие предметы. Или, например, добыть огонь от солнца в походе. Конструктив у зрительной трубы очень неплохой. Оптика стеклянная, с просветлением, тубус из металла и прочного пластика с рифленой нескользящей поверхностью. Думаю, что устройство при аккуратном использовании прослужит очень-очень долго. Есть у этого устройства еще одно интересное применение. Для демонстрации нам понадобятся два плоских стеклышка. Их можно вырезать самостоятельно из обрезка какого-то стекла, из фоторамки. Я же использовал предметные стекла, которые используют при подготовке микропрепаратов. Также нам потребуется фонарик, кусочек тонкой бумаги или матовой пленки. И два зажима для бумаг. Можно использовать прищепки. Берем два стеклышка и зажимаем между ними небольшие фрагменты мяса или рыбы. В нашем случае это лосось из продуктового магазина. Чем плотнее мы зажмем, тем тоньше получится структура. И ее можно легко рассмотреть на просвет. Соответственно, нам понадобится фонарик или солнце в качестве подсветки. Таким образом, можно разглядеть в мясе или рыбе непонятные или подозрительные включения, например, яйца паразитов. Именно так работает трихинолоскоп. Безусловно, это не лабораторная проверка и гарантии она не даст. Но если на охоте или рыбалке вы заметили что-то подозрительное, то таким нехитрым способом можно разглядеть подозрительные объекты. Если вы увидели капсулу с червем-паразитом, то добычу лучше уничтожить, а не готовить ее на костре. Также можно поступить и с магазинными или рыночными продуктами, если заметили что-то нехорошее. Но разглядеть невооруженным взглядом не получается. Обзор подходит к концу, и выводы в этот раз очень просты. Приборчик занятный, добротно выполненный и может смело претендовать на место в рюкзаке или кармане совершенно различных людей, которых объединяет одно важное качество любознательность. Нужен или не нужен он вам? Решайте сами. Мое дело было показать его со всех сторон. На этом все. С вами был Олег. До новых встреч. Пока-пока.